С вами снова Здоровье, друзья! Наша программа продолжается и специальный новый проект нашей программы. Вы знаете, я решила, что, коль скоро программа Здоровье выходит в эфир, 16-й год, это очень большой срок жизни для программы. 16-й год только с моим участием, а с начала 60-х годов эту программу вела Юль Васильевна Белянчикова, то есть больше 50 лет программа Здоровье в эфире. Так вот, мне показалось, что за те годы, что мне выпало счастье вести эту программу, я познакомилась с удивительными докторами. Докторами, которые, ну, конечно, прежде всего, величайшие профессионалы своего дела. Именно этих врачей ищет каждый из нас для того, чтобы вы знали, кого я считаю лучшим доктором, кому я иду, когда мне плохо или нужна помощь близким и любимым людям. Я решила составить список лучших врачей России, мой личный. И сегодня такой человек в нашем списке. Михаил Иванович Давыдов, блистательный хирург, директор онкологического центра. Человек, на счету которого десятки тысяч людей, вернувшихся к жизни в ситуации, когда жизнь фактически закончилась. Один день из жизни доктора Давыдова. Москва в 6 утра. Для нашей съемочной группы очень рано. Но именно в 6 утра начинается рабочий день доктора Давыдова. Ну вот. Не спится опять? Не спится. Это тревожный симптом. Когда Давыдов дома, у него работает только спортивный канал. Борьба, бокс и дзюдо – любимые виды спорта. Чемпионат по дзюдо смотрю. Вы же дзюдоист? Нет, я занимался боксом, но люблю борьбу с дзюдо очень. А в боксе самое главное что? Самое главное – пропустить удар. Наверное, именно умение держать удар позволяет Давыдову бороться с раком и побеждать. Его арена – онкологический научный центр. Его оружие – разум и скальпель. Как всегда, утро начинается с обхода в реанимации. Повторная операция была по поводу метастазового шарфона. Нижняя вода хрена справа, в связи с идеофрагмом. Масочку надели, ты же мог дышать? Или просто так? Давай раздевать. А? Дай, давай. Дай, давай. Дай, давай. Эту женщину прооперировали только вчера. Ей удалили опухоль в легких. И она будет жить. При звуковом исследовании определяется образование. Сколько суток? Восемь суток. Надо брать. В любом случае открывать живот, смотреть. То есть, какая-то причина есть. Либо тромбоз в брожейческом сосуде. Пациента сразу везут в операционную. Здесь, как на войне. Пока больного готовят к операции, идет врачебная конференция. Проверка боеспособности армии докторов. И разбор самых трудных случаев. Предоставить вашему вниманию демонстрацию результатов хирургического лечения рака левого надпочечника с сопровым поражением левой надпочечниковой вены, левой почечной вены, нижней полной вены, а также правого предсердия, правого желудочка. Невероятная, огромная опухоль, захватившая брюшную полость, проросшая через сосуды в грудную полость и добравшаяся до сердца. Давыдов и его коллеги 10 дней назад сделали операцию. А вот пациент. Как ваше самочувствие? Все хорошо. Сколько дней прошло? 19 числа это было. 10? 10 дней. 19 числа. Этот случай действительно заслуживает овации. Опухоль Антона Кисельникова была неоперабельна. Но Давыдов спасает людей именно в таких случаях. Михаил Иванович Давыдов сказал, что давайте мне человека, я буду его делать. Все, что я ему благодарен, он погреб в жизнь. Умение выигрывать в безнадежных ситуациях – это главное качество хирурга Давыдова. В 9.30 начинаются операции. Михаил Иванович, я знаю, что вы служили в десантных войсках. Да, служил, да. Вас особым образом учили к тому, чем десантник отличается от всех остальных. Вот чем он отличается от всех других родов? Принципиально десантник, независимо от того, куда он попал, куда я возросла, идет бой в одиночку. То есть вы из тех людей, которые готовы один на один биться с любым? Ну, так оно практически не получается. Спасти и обезвредить – это то, чему Мишу Давыдову учили с детства. И в Суворовском училище, и потом в элитных войсках военного десанта. Сегодня надо спасать человека, который лежит на операционном столе. Ему уже сказали, что рак неоперабельный. Держим чуть-чуть. Все. Но Давыдов сдаваться не привык. Рядом с ним, за операционным столом, молодые докторы. И абсолютная тишина и спокойствие. Вы когда-нибудь кричите в операционном? Нет, ну в чем. Я вообще никогда не кричу. Нужно не кричать. Нужно не кричать. Кричать от боли, от неуверенности в себе, от других каких-то причин. У меня таких причин нет серьезных. У пациента гигантская опухоль желудка. Из брюшной полости она проросла в грудную и захватила пищевую. Эту опухоль будут удалять практически целый день, в два этапа. Сначала выделяют опухоль в брюшной полости. Михаил Иванович, а что вообще такое хирургия? Это разновидность балета, только с ножницами в руках. Давыдов действительно оперирует ножницами. Первый этап операции на брюшной полости длится 4 часа. Затем анестезиологи готовят больного к продолжению операции на груди. А у Давыдова час свободного времени. Обход в онкоцентре. Как дела? Онкоцентр – это город. Здесь десятки операционных, в которых все время идут операции. А это пациентка Малышева. Две Малышевы – это уже коллектив. Можно желание загадать. Да, желание обе, а Давыдов исполнил. У всех здесь только одно желание. Остаться в живых. Сейчас мы в уникальном отделении рентген-радиологии. Вы видите, как делаются специальные маски прицела. Для того, чтобы убить опухоль лучами. Боли нет никаких? Хорошо? Нет, нормально. В онкоцентре уникальное отделение химиотерапии, где рак лечит лекарствами. С капельницами лежат, с капельницами ходят. Но главное здесь – выздоравливание. Зураб, например, приехал из Грузии. Ходим, двигаемся. Удивительно, но все пациенты Давыдова смотрят на жизнь с большим оптимизмом. Рак излечил. Но победить его можно только, если ты вооружен суперсовременным оружием. Центр позитронно-эмиссионной томографии. Это супероружие онкологов. Оно позволяет увидеть опухоль и метастазы без скальпеля и разрезов. Сама опухоль, метастазы – это раковые клетки, которые пожирают массу вещей. Так вот, врачи нашли вещества, которые накапливаются в раковых клетках по каким-то причинам. Пометили их с помощью радиации и стали использовать для того, чтобы обнаружить рак и метастазы любой локализации. Вот я беру ампулу с радиоактивным веществом. И смотрите, что я сейчас сделаю. Я возьму ровно одну каплю отсюда и капну в стакан. Там, где есть раковые клетки, они начинают светиться. Вот так светятся опухоли метастазы. Они все второй пациент в детском институте. Потому что поток пациентов большой, и мы, конечно, не справляемся пока в полном объеме. Институт детской онкологии, расположенный в онкоцентре, – это тоже детища Давыдова. С десятками тысяч детей, спасенных от рака. Давыдов всегда бьет точно в цели. И не важно, где он – у операционного стола или на охоте. Охота – любимое увлечение. Один подарок упал. Но все это в редкие минуты отдыха. А сейчас пора возвращаться в операционную. Интересно, что в соседней операционной оперирует еще один – Михаил Давыдов. Это сын Михаила Ивановича. Тоже блестящий хирург. Отец брал маленького Мишу на работу с трех лет. Здесь, в онкоцентре, он знает каждый уголок. Михаил Михайлович, а кто же такой настоящий хирург? Темпераментный, умный, с чувством юмора, сильный мужчина. В моем понимании, это все-таки сильные люди, которые, по моему мнению, очень нужны обществу, я так думаю. А Давыдов-старший продолжает удалять опухоль. Второй этап. Опухоль выделяется в грудной полости. Второй этап занимает еще три часа. Итого семь часов борьбы и победа. Держать удар и бить в цель – это главные качества Академика Давыдова. В его кабинете оружие и голубые береты десантных войск. Берет болгарский десантника, вот это вот болгарский десант. Видите? Это все наши береты отечественные, различные. А день ВДВ вы отмечаете, Михаил Иванович? А как же, каждый год. У бывшего десантника, а ныне великого хирурга-онколога, вечерний обход в реанимации. И надежда на то, что он скоро увидит внуков. Вечером звонок сына. Да, Миш, как дела? Все ровненько. Встретил детей? Восемь издают. Может, на следующей неделе привезешь меня, братца, у кроликов? Уже вечер. В онкоцентре продолжается работа. И вы знаете, о чем я подумала? Когда люди заходят сюда, с той стороны, и смотрят на эту знаменитую башню онкоцентра на Каширке, огромному большинству людей страшно. Вдруг поставят диагноз рак, вдруг все это подтвердится. Но знаете, отсюда из онкоцентра потрясающие красивые виды. Вот тут, например, удивительно красивый вид на фонтан. И абсолютно мирная картина. Я думаю, это не случайно. Сегодня правда многие формы рака лечатся. И правда в том, что здесь, в онкологическом научном центре, на Каширском шоссе, это делают лучше всего. И, конечно, прежде всего, это заслуга блестящего доктора, хирурга от Бога, Михаила Давыдова.